всем привет день субботний мы в отстойнике время уже 11 но фишка в том что только мне тоже подписчик подошел поздороваться говорит уже 26 часов стоит пошел тут вместо магазинчик зашел не хлеба нету ничего думаю пойду-ка я в деревню эту прогуляюсь зато не так кости разомнём движение это жизнь что тут делать день сидеть здесь сидеть париться в кабине одуреешь еще на сидишь пойдем пройдем не спеша прогуляемся здесь ветерочек там то среди этих машин стоишь не ветра нет ничего а здесь ветерок обдувает хорошо сколько тут пройти километр полтора за одно хлебушка прикупим она вот видите два отстойника и все с лебедком забиты получается в одном часов 12 стоять надо двух вот видите сутки хотелось завтра выгрузится сегодня суббота вроде как было договорено с ними что воскресенье сюда беда приедем нас разгрузок но это уже вариант с таким раскладом однозначно падает осмотрим выгрузимся в понедельник понедельник получается 24 ну дай бог на понедельник же надо загрузку брать загрузимся где-нибудь что-нибудь и все 26 москве выгружаемся и на сервис в принципе все все как бы тоже более-менее нормально тем более выгружаться-то делов-то на 10 минут ух ты и смотрите какая-то акация здесь аж акации или да не акации и это не акации шипов не вижу какое-то интересное местное деревце а пока пошли пройдемся прогуляемся трюноватенько так по камушкам скакать пошли к тереку выйдем тостерик уже роги в ту сторону потекла а тереком получается он вот оттуда и потом откуда-то туда с правой стороны со стороны осетии южный вроде бы я так понимаю не смотрел откуда он вытекает но примерно так прикидываю помочить ножки в те реки те реки еще ноги не мочил ни разу она не рухнуть водичка холодненькая ходил вот лепешек зал вина еще пару бутылочек прикупил домой тут не рождение идут тому дочки туда-сюда получается в отстойники в магазин зашел там какая-то задрипанная бутылки стоя вообще выбора никакого 40 лари обалдеть пошел вот магазин буквально километр сколько здесь километр прошелся такая как там стоит по 15 по 13 взял покрасивее там со сталиным такие интересные показывать не буду ох хорошо так но долго не постоишь хотя я вчера видел пацаны на этих на камерах на шинах сплавлялись по ним я ехал не успел камеру схватить поэтому на водичка это холодненькая что ж хлебушка тоже взял сутки стоять что делать кстати не жарко сейчас у вас прям на дач от пошли блин моментом ноги заверзать спуститься спустился сейчас надо как-то подняться вот стоять сутки так надо хлебушек кушать что-то поэтому ничего прогулялись воздух какой пошли обратно домой тара тата там тара тата тата там я как этот как горный джейран тут по ним скачу если на него прыгнул не рухнет вниз повезло так братцы пол восьмого вечера уже мы все стоим у нас тут по ходу конец света приближается что-то там так сверкает в горах сейчас что-то врежет стоять по итогу нам сутки а то и больше сидим работаем вот я задумал что это пораньше уедем утром парняга сказал что сутки ну что делать под утро завтра я думаю рванем доброй ночи это наверное 20 минут четвертого уже все таки доброе утро до трех часов у нас же ночь отстояли мы с вами 25 часов 23 минуты здесь еще видите даже темно позвонили сказали выезжай сказали значит сказали поехали нашего номера что-то я на заблоне вижу тут много номеров кто-то спит кто-то что армяне которые за мной стояли ну по очереди мы заезжали которые в колейке за мной толкались мне позвонили я еще даже как кровать застелить не успел слышу пацаны они вдвоем на одной машине понеслись по-моему цереки еще больше воды стало а вчера аж точно подожди прошли в горах ночью у нас вечером туча ж была елки-балки тут ему там осталось может метр а 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 правда над отрывами проедем ночью а что делать ай на одном итерация слушать там все равно нечего но как и говорили даже вот я вчера когда утром ходил и нагрели 26 часов стоим мы отстояли 25 ну и на то хорошо принципе выспался и же почем уже проснулся ну наверно по щупу лег себя встал туда сюда как этой пятой точкой чувствовал вот тут раз смотри телефон звонит поехали алексей николаевич поехали брат не умывался ничего сейчас все равно в колейку приедем помоемся и чай попьем и кофе я думаю мы что вообще пообедать успеем тут вот и помню на язык короче погнали пол четвертого по москве полпятого по грузински я думаю стефан сменди все спят у патент сигнал gps что-то его потерял а ты все равно здесь не ориентируешься в этой новой программе вот каком-то году двадцатом я ее переформатировал мозги до этого она у меня по грузию сар или грузию не знал армению знала машка от учет и микс верштейн кричит я моя твоя не понимает что я тут делу к теме и киды куда ты зови с меня хозяин ну ладно отдыхай душой заедем в рф начнешь опять работать да степанским да вся сбит эх аспект не увидим хотя сейчас пасмурно кучами все затянуло 12 градусов тепла всего похолодало как-то я вам скажу довольно таки ну по как по мне так пусть лучше так лучше я буду в мастерке ходить чем когда 30 к жиры сейчас вот стоять колейки а 12-15 сама то как сбег у нас вот сюда налево на самый верх и если была солнечная погода и вас отсюда было бы так хорошо видно кстати светает уже потихонечку ну про стоп видео ночью тут тоже прикольно ехать самый первый раз туда попал я ехал ночью зимой так вот когда первый раз так даже ночью может быть и лучше ты не знаешь что у тебя там справа на данный момент справа когда сюда едешь слева едешь себе едешь самый стрёмный участок мы уже проехали самый узкий самый такой который разваливается периодически в общем то мы уже можно сказать практически и спустились границы так даже машинки на встречу попадаются идут люди значит работают буквально и денутся режим работы круглосуточный значок внимание возможно падение камней и что сильный штук дел если нают они начнут падать чё делать он уже внизу светится там уже туннель еще один и все и мы на границе стопс пару раз так приходилось останавливаться пропускать парней как раз на самом узком участке мы с ними пересекались здесь тоже с поворотом здесь нормально а забыл сказать сегодня уже воскресенье 23 мая приди грузинский терминал если вы может начать сюда еще на сутки заходят не бывает колейка на заезд грузинам жилья без остановки запрещено мы тут этим выезжать не мешаем все ну получается вот да вот этих тоже он стоит как бы на выезд вот оттуда с этого здесь поменьше чем там хотя как-то тут слишком все узко я не знаю все стоим ждем как раз светает нормально днем будем работать с утреца пораньше начнем и будем днем трудиться 20 минут шестого все мы отформлены так щас только глянем все ли нам тут отдали так 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 назвал здесь цмр понятно это все тут так паспорт техпаспорта права все сейчас уже в нитралку встанем тогда там там разложим все по культурне ну что тут да ладно где сейчас упремся как вы думаете как вы думаете за туннелем сразу за туннелем сразу видеть больше нам не подсказывают что еще до туннеля а братцы астровом астровом ну хорошо если часов за 6 пройдем сейчас пол шестого утра я говорю мы тут еще успеем не то что позавтракать пообедать главное чтобы еще не успели поужинать а я так понимаю это что ехали это перевозят этих покойников а нет не пока я смотрю это просто машина спит здесь я уже думал все смотрю в ту сторону он солнышком светится как солнышком светится игру и солнышко нарисовано получается на воротах я уж думал все это уже стоят не просто пацаны оформились решили дальше спать речь ну то да ладно наблюдаем ты уже хорошо я думаю сейчас этого туннеля выйдем и станет так что это там зато видите сегодня на грузию никого нет тоже не угадаешь как когда вы стояли прошлый раз сегодня вот пожалуйста нитралка вся свободно что нет ни фига себе а вот это уже радует что не стали до этого туннеля уже радует вы посмотрите шутерик вытворяет видите это вот дожди вчера прошли вечером в горах смотрится какой он какой он бурный какой он грозный я думаю вам слышно я думаю вам слышно из небольшого бегущего ручейка превращаются вот в такие бурные дикие поток потоки посмотрите как он бушует красавчик ну что смотрим дальше смотрим дальше смотрим дальше ни фига себе дороги тут непонятно нет ну что удивиться ну гляньте уже тут может мы сейчас прямо в российскую территорию упрёмся и не упрёмся но это хорошо я вам скажу что уже не так все страшно думаю часа за три мы здесь управимся вот он даже видите не весь и там бежит даже здесь вот пробил себе дорожку ой какая тут сейчас продвижка хорошая пошли поедем не тут вообще все как бы это уже не печально это уже все хорошо все все там турки придремали или что они там и тут же братья армяне их объехали поехали мы а то сейчас и нас задние объедут здесь пацаны лихие спать не дадут не будут не дадут не нормально нормально все нормально абсолютно это уже не такая уж и критичная колейка вон там уже пойдет расширение поэтому все хорошо вот тут сейчас как раз спокойно можно вообще к тереку подойти и а и и а и и а и а и и и и и и не хотел бы я оказаться в том бурном потоке да все хрен выберешься считай труба дело какая сила и мощь природы правда а вот там посмотрите делал вообще он как там вода вздыбливается только чтоб на это посмотреть стоит сюда приехать к обеду я думаю мы зайдем так предположительно конечно не факт но должны ну а вот пошло кавказское гостеприимство в этом ряду никто не стоит стоят только два ряда это ряд как для автобусов или что кого мы здесь видим правильно нет слов выводы делайте сами трасс автовоз там тоже с той же серии 2 3 4 5 или 6 и там стоит сзади то есть вот это вот все это стоят не люди это так вот люди ну это не так считают я считаю что это некрасиво неправильно и сильно портит впечатление мало того что там объезжали в колейке друг другу летели почему-то с грузинского терминала никто не выезжал раньше времени никто не объезжал а здесь пожалуйста это тут постоянно сколько тут уже конфликтов было на этой теме удивится еще что он тот как-то тут стоит со всеми вместе это тоже колейку объезжал здесь зеленый нейтралки вот уже в принципе он там зерновоз видите все оттуда уже пойдут тут в чем дело тут и погранцы пускают просто-напросто вот не пустили погранцы один раз и все и не было бы этого отправили в конец колейки погранцы пускают и не знаю чего они там стали до самого конца не поехали но вы сами все видите вот как видите здесь теперь все происходит здесь начинают в ногу и сюда залазить а чё дальше туда до конца не едут вы видите дальше туда не едут там погранцы не пускают все сейчас один здесь в лес и он дальше перед этими следующем разрыве он всех остальных перед собой запустит так или не так нет тут вообще вперед поехал не знаю вот прям перед казахом в наглую просто в наглую красиво местные сразу было в шок шоком это все это вот так все происходило это наблюдать сейчас тоже в принципе привык и наплевать им с высокой колокольни скажем так до всех не знаю чё казах его впускал я не знаю я бы вклинил вплотную поддержал я не пустил бы казах видно прошляпил слома ты парняга и залез ну вот мы наконец-то вышли на финишную прямую вот прямо вот здесь под нами пушует серик видится как красиво все пол двенадцатого ну так нормально ну я так и вот ориентировочный рассчитывал что часам 12 мы зайдем раньше бы зашли вон зерновоза уже он впереди уже на канал сейчас будут заходить красота ну все посмотрим во сколько мы уже выйдем отсюда и вообще во сколько оформимся ну первая часть марлезонского балета закончена 10 минут первого выезжаем ну и сейчас соответственно сюда вот на право на таможенную в терминал и идем оформляться идем к брокерам отдаем бумаги и они уже наши бумаги потом оформляют потом оформляют видите все следы сюда веду ой даже места есть прямо вот как на въехал как въехал можно сразу встать отлично а выезд там с той стороны хорошо 500 рублей но зато душ туалет постираться все бесплатно все бесплатно мне не нравится сюда заезд потому что мне потом будет очень не нравится отсюда выезжать поэтому поедем поедем вот туда искать где можно встать хочу искать вот прямо вот места мордой загоняем да и все и потом назад вытолкал и поехал и что пошли оформляться сейчас все собираем наши трехомуте и погнали подпишись а и ц道 нет чего все это не потому что